Привет, дорогие друзья, с вами Инна и это видео про Доминикану. Конечно же все мы знаем, что Доминикана это очень популярное туристическое направление из России, Украины и ряда других стран, но это также очень популярное туристическое направление здесь в Америке, особенно если вы живете в южных штатах, например во Флориде, откуда рукой подать до всех этих райских карибских островков и уголков, но от нас достаточно далеко и дорого лететь, мы летели с остановкой в Чикаго, на обратном пути летели с остановкой в Панаме и это такое себе хочу вам сказать удовольствие. Но как только нога твоя ступает на доминиканскую землю, ты понимаешь, что все это было не зря, мы для себя первый раз в жизни выбрали такой тип отдыха как all-inclusive, то есть когда ты живешь в отеле и тебе в принципе предоставляется еда, питье и развлечение. Это с одной стороны очень интересно, мне понравилось так отдыхать, потому что у тебя в принципе ни о чем не болит голова, ты можешь просто расслабиться и получать удовольствие и за тобой постоянно кто-то ухаживает. В то время когда ты отдыхаешь сам где-то дикарем, то у тебя как минимум болит голова о том, что ты будешь хотя бы три раза в день есть и где, что тебе нужно посетить, куда тебе нужно поехать, как туда добраться, сколько это стоит и так далее и так далее. В то время как в отдыхе, какой у нас был в Доминикане, ты как бы не думаешь ни о чем, ты просто приехал, зарегистрировался в отель и дальше уже ходишь и думаешь в какой ресторан мне пойти поесть бесплатно и чем меня вечером будут развлекать, живой музыкой, танцами, акробатами, вечеринками и так далее. Такой отдых, к сожалению, вам не дает самого главного, он не дает вам в полной мере понять страну, в которой вы находитесь, он не дает вам в полной мере оценить местные особенности, местный быт, местных людей, потому что все, с чем вы взаимодействуете, это по сути обслуживающий персонал, у которых есть определенный дресс-код, у них есть определенная должностная инструкция и многие из них не говорят по-английски, поэтому особого взаимодействия нет и как правило эти отели, они очень часто не местные. Отели могут быть спонсированы другими странами, допустим, какими-то европейскими, американскими странами, поэтому в принципе там от Доминиканы есть только местоположение и природа. Когда мы были с мужем в Пуэрто-Рико, кстати, я вам сейчас вот оставлю ссылочку на видео про Пуэрто-Рико, там нет озвучки, там просто красивые виды из Пуэрто-Рико. Под музыку, если вам интересно сравнить Доминиканскую республику и Пуэрто-Рико, можете посмотреть скрипом, я думаю многое будет понятно. Вот там мы отдыхали дикарем, мы несколько раз сменили место жительства, мы там арендовали машину, мы там ели в местных заведениях и нам было гораздо больше понятно, что здесь происходит. Я не могу сказать, что такой отдых он лучше или хуже отдыха ленивого отельного, это просто совсем другой тип отдыха, здесь уже вы должны сами выбирать, что вам больше нравится. Итак, Доминикана, страна, которая славится своим табаком, какао, с синим янтарем и еще много чем. Для меня лично эта страна славится своими людьми. Мне показалось, что у них как-то на генном уровне с молоком матери они впитали талант к пению и танцам и они все просто вот они работают и заиграла какая-то музыка, они все до единого знают все слова любой песни, они сразу все начинают петь, сразу все начинают танцевать и это настолько натурально, это настолько уместно и это всегда для меня лично вот реально радует глаз, несмотря на то, что какая бы там не была у них там тяжелая работа, что у них не происходило бы там сейчас на уме и на душе. Как только включается музыка, все сразу меняется и все как будто бы становится на свои места. Самое интересное, я не понимаю почему, но в том отеле, где жили мы, там в основном жили русскоговорящие люди и итальянцы. Я не понимаю, почему так произошло. Я говорила с кем-то местным и они говорят, мы тоже не понимаем, почему так, но нас отдыхают русские и итальянцы. Ну и какие-то есть примеси еще каких-то европейских и американских людей, но их прям какое-то абсолютное меньшинство. Говорят, в Доминикане все, конечно же, на испанском языке и очень мало кто понимает английский язык. Обслуживающий персонал где-то, я бы сказала, наполовину, половина из них говорит по-английски, их всех расставляют в стратегически важные места работать, например, у входа в ресторан, чтобы не могли говорить по-английски. Но когда мы заказывали экскурсию как раз таки на остров Саона, там персонал говорят, многие из них говорили на трех языках, то есть они говорили на испанском, на французском абсолютно свободно и немножко-немножко на английском. Конечно же, везде все знают какой-то базовый набор русских слов, потому что они, дядь, за годы уже научились, ну классика там, привет, спасибо, пожалуйста. Конечно же, я не могу отметить количество наших людей в Доминикане. Ну, наверное, каждый третий. То есть ты просто ходишь, вокруг тебя везде звучит родная речь, ты себя даже немножко не чувствуешь в какой-то далекой и морской экзотической стране, ты себя чувствуешь, как, мы шутили, что немножко как в Анапе. Самое смешное, что я всем рассказываю, что я запомнила из Доминикана, это то, как тебе постоянно наливают ром. То есть нас встречали в отеле, таксист, он открывает дверь, вы садитесь, и он предлагает, он достает сразу бутылку рома и бутылку колы и предлагает. Потом мы приехали в отель, и у стойки регистрации нам сразу заказали из бара коктейли. И так круглые сутки вам везде предлагают. И даже самое смешное, что на обратном пути нас встречал уже другой таксист, и мы тоже сели в машину, и он тоже достает ром и колу. Когда мы плыли на остров Саона, вот, кстати, вот в Крипе те кадры, где вода, это вот мы плыли на катамаране на остров Саона, там тоже наливали. Я для себя отметила, что часто островитяне, люди живущие в теплом климате, они какие-то более легкие. Я не могу назвать их совершенно беззаботными и какими-то постоянно счастливыми, но они какие-то более легкие, более улыбчивые, более простые. Вот те из вас, дорогие мои зрители, кто вот путешествовал, вы понимаете, о чем я говорю? У них нет каких-то всех благ цивилизации, часто на их острове может быть не развито сельское хозяйство, у них могут быть привозные продукты, привозные фрукты, все это может быть очень дорого. Если мы говорим про какие-то материальные блага, например, автомобили и прочее, это тоже нужно на остров везти, это добавляет к стоимости. Живут они в каких-то часто халабудах просто-напросто, и те богатства, которые есть на их острове, как правило, принадлежат гражданам других стран, которые могут себе там купить, построить какую-то недвижимость, открыть какой-то бизнес. Я пыталась для себя анализировать, в чем причина. Я не могу сказать, что у них там замечательная жизнь, я не могу сказать, что они живут в достатке, большинство из них живет бедно, большинство из них ничего кроме своего острова в жизни не видели и часто не увидят, у них нет работы очень часто, а та, которая есть, как правило, это обслуживающий персонал, но как бы там ни было, они кажутся счастливыми людьми. Я пыталась понять, это из-за погоды теплой, это из-за природы и, в принципе, ее близости к человеку, это из-за того, что они просто живут на острове, и так сложилось, что они друг к другу как-то хорошо относятся, или это от того, что у них как раз таки нет благ цивилизации, совсем довеском к этим благам цивилизации, то есть у них нет ответственной работы, их не заставляли учиться 10 лет чему-то после школы, им не надо вставать в 8 утра и ехать в трафике на свою какую-то нервную работу, им надо думать про ипотеку, о том, что они не хотят Тойоту, а хотят Теслу, что им нужно где-то накопить на образование в Гарварде для своих детей. Вот в чем, в чем секрет? Вот, дорогой мой зритель, вот напиши в комментариях, как ты думаешь, если ты сталкивался с счастливыми тропическими людьми, как ты думаешь, в чем секрет? Итак, дорогие друзья, я буду заканчивать, делиться своими членами о Доминикане. Не забывайте, что у меня еще есть похожее видео про Нью-Йорк, я ссылки оставлю в описании к этому видео. Я желаю вам вашего хорошего утра дня и вечера, приятного настроения и пусть весь мир подождется.